Обычно в своей программе говорю о сельскохозяйственном производстве, о людях, которые живут и трудятся на селе. Но сегодня я хочу немного изменить тематику программы и поговорить вообще в целом о русской деревне. О ее прошлом, о ее настоящем и о ее будущем. Скажу честно, подтолкнул меня к этому разговору один человек. Сергей Царябкин. Нижегородский краевед, писатель, поэт, активный, как сейчас принято говорить, блогер, интернет-пользователь. Он в интернете очень много выкладывает своих мыслей, рассказов, стихов, которые так или иначе связаны с деревней. В чем-то я с ним согласен, а в чем-то далеко не во всем я согласен с его мыслями. Но тем интереснее, надеюсь, будет наш разговор. Сегодня я приехал на его родину, где мы с ним и встречаемся. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Говоря современным языком, ты фанат деревни. Фанат. Фанат средней по всей России, который на секунду не покидал в жизни. Фанат. Но фанатеть можно, сидя дома на диване фанатеть. Ты активный такой. Активный. Активный фанат. В чем проявляет твоя активность? Ну вот, с 90-го года, как год Христа наступил, и возрастные мозги на место встали, почитал, в городе побыл. Вот. И пошла, и поехала вся вот эта моя активность. Вот. Активность у меня заключается и вот действительно и в творчестве, и потом и храмы строили. А вот в данное время, вот мы сегодня смотрим музей кривический открыл. Откуда активность пошла? Все-таки мы жили в Советском Союзе в то время, в то время, и брали самые красивые и хорошие. И вот, наверное, у меня больше все-таки оттуда все взялось, времена, в те времена, и попадались на пути хорошие люди. Нет, это ностальгия по старым временам у нас у всех есть. Я тоже вспоминаю, когда я был мальчишкой, все лето проводил у бабушки в деревне. Так было здорово, интересно. А сейчас, когда я осмысливаю уже в силу своего возраста те годы, я понимаю, насколько было нелегко моей бабушке. Тем не менее, ты на своей странице в интернете вот просто воспеваешь те времена, когда народ с утра до ночи, от рассвета до заката, трудился в поле. Но это ведь не так романтично, как кажется со стороны. Ну, не романтично, но интересно, в чем интерес заключался. Когда мои родители, и наш колхоз, и наши районы, и наша область, наша страна трудились, всем тяжело доставалось. Но это подстягивало какая-то справедливость и равенство. Это исполчало. Люди многое не знали, может и знать-то много не надо нам. Вот по идее многое знать не надо. Говорят, вот я сейчас захлеб, говорят, вон как живут в Америке, ой как живут за рубежом в Германии. А нам, может, это не надо, понимаете? И не надо сравнивать сейчас, как в Америке, вот у них вот это, пенсионный там лифорум или сейчас чего-то пошло, вот на это сейчас у всех на слуху. Не надо нам. У нас все должно быть только свое. В России должно быть, ну, конечно, мы лучше должны брать, но железный занавес. Ты предлагаешь отгородиться в железном занавесе? Я бы считал, надо отгородиться. У нас все свое есть. Вот абсолютно все. И они будут, наоборот, сюда стремиться, завидовать, как он сейчас возьмет Северную Корею. Что у них там интересно, что? А мы все ворота открыли. Пожалуйста, берите, ходите, смотрите. Когда ты говоришь, ох, когда деревня жила и развивалась, я посмотрел несколько видео в твоем блоге. Кстати, я предлагаю нашим зрителям, давайте сейчас посмотрим небольшой фрагмент видео, которое Сергей выкладывает в своем интернет-блоге, а затем продолжим разговор. Вот, дорогие друзья, остановились на трассе, вот ездят машины туда-сюда. А бывает, едешь, такое большое расстояние. И вот такая картина. Стоят вот такие домики одинокие в поле, представляете? Вот вроде трасса, да? А вот домик вон там одинокий стоит, кругом лес. Смотрите, какая тишина. Вот вроде трасса недалеко. А все, машина проскакивает, проскакивает. И жизнь так быстро проскакивает. А вы смотрите, какая благодать. Все-таки в России, может, жизнь и начнется к этому. Ну, конечно, может, такого не будет, друзья. Не будет, может, вот такой говеной лопаты. Вон она уже вся протерта, великолепная лопата, говеная. Нам тонны большие он выкинул это навоз. Может, конечно, этого нам и не надо, не будет. Но все-таки какое-то возрождение, шевеление. Может, какая-то мода пройдет. Все это уже, вот вы посмотрите, как уже все надоедет. Надо просто показывать, культивировать. Пример показывать нашему руководству. Я еще раз говорю, чтобы разрыва большого у меня было в финансовых делах. Не было большого разрыва. Ой, и опять хочу сказать, чтобы никакого у меня было внутреннего предательства. Не будет возродиться Россия. Возродиться, обязательно возродиться. Будет такой, не такой будет, лучше еще будет. Ну, вот в этих видео, которые ты выкладываешь на своей странице, ты в первую очередь, конечно же, я так чувствую, что восхищаешься той жизнью, активной деревенской жизнью, которая была где-то 30, 40, 50 лет назад. Так, я не ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. Вот именно, когда мы учились в школе, это взять 70-е годы, и в то время народ из села просто бежал. Так, значит, не так хорошо было, раз бежали. Ну, бежал, все хотели образования. Понимаешь, вроде село еще крепкое было, а все равно все ведь уходили из села. Ну, здесь невозможно все, ведь это испокон веков так, и даже в революцию уходили на заработки. Ну, факт тот, что в то время село, я больше хочу сказать о народе. Попробуй раньше в селе похулиганить. Пойдешь в лес баловаться, там лесник, я вам елки-палки. Уже глаза раз. Идешь в поле, сигарету или там какой там, пепперос, или там табак курить, дым идет. Я тебе от Сушурки скажу, ты куришь, Сережка там, мы тебе от Сушурки скажем. Все, не куришь. Идешь в табун, думаешь, вот здесь-то я уже, ну, хулиганец, ну, сколько хочешь на тем табуне. Там ребятишки в карты играют. Только в карты проиграли. Ну-ка, не за лошадьбями беги. Вот даже хулиганство, куда уходило, надо за лошадьбями бежать. И понимаете, и везде порядок. А уж если учителю пойдешь и директора, ты что, здесь как в копы найдешь? И вот никто не учил. А потому что вся страна такая была. Речь, речь о воспитании. О воспитании. О воспитании. Понимаете, вы же все уже завратили. Да, в советское время было воспитание. Воспитание было. Если вспомнить жизнь на селе в советское время, я бы не сказал, что она была легкой. Ведь у меня вот родители, например, тоже уехали в город. Причем уезжали, им не давали документы. Нельзя было свободно уехать. Они там каким-то обманным путем смогли только уехать в город. То есть народ и сейчас из деревни рвется, молодежь в город. И тогда молодежь из деревни рвалась в город. Так чем же, на твой взгляд, тогда был лучше, чем сейчас? Только воспитанием. Николай Викторович, я хочу сказать. Люди уже были подкованных к труду. Понимаете, из здоровшей нации была. Да, с малолетства работали с вилами, с граблями. Это как человек, если на завод ходит, он каждый день привыкает. Он же без будильника встает на работу, идет, знает от работы и все прочее. Это тоже, и вся масса работал людей. Даже в спорте, вот даже в этом. Вот мы сегодня ехали по трассе. Вот я ни разу, я за последние 10 лет не видел, чтобы из села до села, вот у нас, вот я здесь Андосов большой, и достал. Я ни одного человека, ну я уже немножко с юмором говорю, не видел, чтобы шли люди пешком. А там пешком идет, оттуда пешком туда, пешком туда. Так хорошо, у всех транспорт есть, у всех машин есть. Это разве плохо? Это же хорошо. Ну вот, за этой цивилизацией люди друг друга не ведут. И на здоровье складывается. Я еще хотел, думаю, вот так у меня в голове, поставлю я лавочек несколько, от деревни, деревни, лавочки, чтобы народ и написать, ходите люди пешком. Допустим, образно говоря, хотя бы в этом плане. Ну так вот с юмором, потому что жить в деревне, здесь надо все-таки, если кто правит деревья и задает деревне тон, здесь действительно только поэтом надо еще быть. Вот эти моменты как-то вот воплощать. Ну, кстати, о поэзии. Вот не зря меня Сергей Царябкин, перед тем, как мы начали записи этого интервью, таскал вот туда на гору, пешком, потому что туда дороги нет, в гору, только для того, чтобы показать вид сверху, панораму своей деревни. И там он мне рассказал несколько стихов. Вот один из них мы вам сейчас покажем. Как говорят, каждый кулик свое болото хвалит. А я чем хуже кулика, зачем село мне хаять? Я воспою свое село, родные мне столбище. Мне скажут, нет мне ничего, таких в России тысячи. Я не один, петух со мной, забора так и бахнет. Навозной кучей он за двором, своя она, не пахнет. Я буду воспевать поля, стада, бродягу-кольку. Всю жизнь в накидке в сапогах встречал годами зорьку. Престол Столбинский вознесу. Ведь надо так случиться. По Божьей воле в праздничек на свет не появиться. Мороз и солнце воспою, как Рождество справляли. А после маслинца не слаз и зиму провожали. Грачи весной галдят снуют, у них здесь популяция. И с каждый год они плетут Столбищем репутацию. Не воспевать! Зачем же жить, коль Родина дается? Какая есть, она одна. О ней пусть песня льется. Ну, про прошлые деревни поговорили. Пришли к выводу, что самое главное, что было в той деревне 70-х, 80-х годов, это воспитание подрастающего поколения. Воспитание к труду. Сейчас этого на селе мало. Есть, но мало. На сегодняшний день, я уже везде ее в интернете выкладывал, нового человек ничего не придумает, но главный вопрос – это сохранение нации. Рождаемость нации, сохранение. А как ее сохранить? Это зависит от Бога и от правителей. Да, да. У наших дедушек с бабушками, ну, наверное, у прадедушек уже с прабабушками, в доме было много детей, там, по 6, по 8 детей. Это маловато, у вас больше. А вот уже наши родители, их там всего 2, максимум 3. Нет, тоже были. А у нас с тобой уже по одному, по 2 ребенка. Да, и по одному, по одному. Вот видите, как получается. У нас Россия ведь конца и крайне, такие просторы. У нас столько должно быть народу, нашего брата. Если народ будет, он сам умную речь скажет, и как селу развиваться, и как страной править и управлять, и как косить и пахать, его уже учить не надо. А когда будет много народа, если, представляете, сейчас за мной, за моей спиной, в селе, вот сейчас пришло бы, человек 700. Вот я попробую скажу. Он скажет, Серега, что ты мелешь? Нам надо косить, нам надо коровы. Им надо нас учить, допустим, как чего-то. Знаете, о чем я говорю? Они сами между собой и выберут староста, и выберут и пожарника, и председателя колхоза. Понимаете, в чем дело-то? Вот в чем дело. А когда два человека, что крути, как хочешь, словами ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот весь секрет. Только рождаемость нации. Ведь можно, я хотел сказать, в деревне, может быть, если большое село, самое главное, оно может, чтобы себя хотя бы прокормило. Может, маленький заводик, сейчас ведь, что только нет. Маленький заводик, сыроварню, молоко переработает, молоко. Но колхоз работает, может, и действительно, доярки не надо коровы еще держать. Пойдет какой-нибудь предприниматель, он и колбасный цех сделает. Понимаете, о чем я говорю? Нужен какой-то хотя бы один человек, который был бы двигателем всего вокруг. Обязатель. Везде один надо, везде. Он колбасный цех сделает, он и сырный. И вдобавок лишнее отдавали в районы, в города. На продажу. В города, даже лишнего. Но свое, свое. Сытый, обутый, одетый. Бензин, государство на керосин бензин дает. Дороги строит. Сразу автоматически идут садики. Рождаемость. Учителя остаются в школе. Здесь получает целый спектр. Одно тянет другое. Одно тянет другое. Но зависит от личности, а их надо воспитывать личность-то. Рождаемость нас даст. Энергии России должна, энергии не видно. Энергия. Надо сберечь нацию. Сберечь народ. Все, одним словом. Вот, кстати, Сергей, о будущем деревни. Каким ты ее видишь? Если перспективу взять, вот наше село. Наше село. Мы ведь тоже не думали, что у нас будет даже какой-то храм. Хоть маленький, но храмчик. Хоть музей, хоть заработает. Хоть спортивные предприятия, Сергей Борисович, делают. Хоть делает. Не знаю. Но в деревне, естественно, я всегда говорю, такой не будет. Хомутами здесь не будут. Скрипеть хомуты по морозу. Или как-то по лозе скрипеть. Не будет. Поэзии не будет. Ну, раз уж Сергей заговорил о поэзии, хочу еще сказать, что он не просто пишет стихи, он еще и сам поет песни на своей стихии. Но вот и сейчас, я думаю, наше время просто в эфире подходит к концу. Я думаю, давайте мы в финале послушаем одну из песен Сергея, авторских песен. Но он сам и автор, и исполнитель. Зарастают чепрагой поля, Деревеньки стоят сиротливо, Покосивший сковоречник без дна. Остов дома, заросший крапивой, Церковь стара стоит без креста, А в березовой рядышком рощи Деревенский кладбище и погост. Деревенский кладбище и погост. Церковь стара стоит без креста, А в березовой рядышком рощи Деревенский кладбище и погост. Предков наших хоронятся мощи. За погостом угрюмая даль, С ручейком по низине небойки, Свяжут лентой он два бережка, Как меня с моей родиной горькой, И кричат в вышине конюки. Непонятное смутное время, Эх, Россия, Россия моя, Ты загадочно русское племя, И кричат в вышине конюки. Непонятное смутное время, Эх, Россия, Россия моя, Ты загадочно русское племя. И кричат в вышине конюки, Конюки, Непонятное смутное время, Эх, Россия, Россия моя, Ты загадочно русское племя. Сергей, ну хоть что нужно сделать, Чтобы деревня, по крайней мере, Не вымерла окончательно? Во-первых, пропаганда. На первом месте пропаганда. Основная часть пропаганды по телевизорам, Я говорю, опять вы знаете, Про что показывают. Я уже даже не буду говорить про что. Надо всех в рамки ставить, Начинай даже с меня, Чтобы языком тоже много не болтал. Так уж, в клее в одной идти, В одну дуду всем плясать надо. В России надо всем... Москва должна задать тон. Правительство должно задать тон. Вот это можно, это нельзя. Сюда не соваться, сюда нельзя. Чтобы деревенский житель Чувствовал поддержку, Надежду, Хоть даже, можно сказать, Даже на руководство страны. А как же, от него танцуют. От руководства страны. Надежду. Раньше куда-то пойдет человек пожаловаться, Хоть в райком, хоть в КПСС, Хоть в райком, хоть в ЛКСМ. Попробуй же раньше с завода Уволь, или с колхоза, Женщину, или беременна, или она в декретном. Тебе такое покажут. Мама, не горюй. Сейчас, что хочешь, можно делать. Сейчас вот нет вот этой изюминки какой-то защиты. Гарантии защиты, правильно ты говоришь? Да. Гарантии защиты сейчас нету. А человек деревенский, Да особенно русский человек, русский мужик или русская женщина, до такой степени простые, как ситцевые трусы, прости господи. Как рубашка. Вот простой человек. Что ему надо? Ага, он поехал в район, знает, ага, Николай Павлович нас в обиды не даст. Вот примерно такая система должна. Вот. И равенства не сделаешь, никогда равенства не сделаешь. Обязательно кто-то будет глубже, кто-то. Но не такие моменты, вот прям вот вообще вот до земли, а другой прилетел туда. Ни в коем случае не надо. Тому тоже уже лишнего. Но он задает тон, что, ну чего я, скажешь, на земле-то работаю? Чего я кроме горба ничего не заработаю? И вдобавок никто не пожалеет, и никто даже не полоскает или ласково слово мне скажет. Для чего мне жить? Я не знаю. То есть получается, что просто крестьянину русскому нужно побольше внимания. Внимания. И больше-то ничего особенного. Ну, больше не надо. Он сам найдет, как строить, как трактор купить. Потом эта техника, такая дорогая, такая, простите, железо. Ну отдайте, если кто работает, какая там комиссия в районе будет. Такая комиссия, как вот у нас раньше в колхозе. Попробуй, Катерина Федоровна, председатель была, что-то не так сделать. А там были ветераны войны. Они такую куськину мать покажут, как рентгеном все видят. Вот такие комиссии должны быть в районах. А кому трактор? Кто же хочет на земле работать? Знаешь? Вот тебе, белорус. Вот тебе, сейлка. Работай, сын мой. Слышишь? Отдача будет. Ну, знает там уже свои подходы, как потом, кто взять деньги или что-то он отработать должен, или полигонечку. А уж дураку-то что доверять трактор-то? И дураки тоже на Руси, их полно у нас дураков-то. Их тоже нужно чем-то занимать. А занимать они найдут, найдут их. Дуракам тоже места всегда будет полно. У нас на Руси именно дуракам места хватит. Вот в данное время сейчас все у нас дураки. И все мы работаем. Ну, вот на этой веселой ноте я предлагаю закончить сегодняшнюю программу. Друзья, мы, как всегда, встретимся с вами через неделю. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни. Беспрекрас. Увидимся. Увидимся. Увидимся.